В Саратове нашествие медведей. В медвежий угол наш город превратился на время гастролей цирка Филатовых. Пятое поколение знаменитых русских дрессировщиков по-прежнему добивается от Топтыгинах того, чего другим не под силу. Об уникальных современных номерах и трюках, которые не устарели за 200 лет, в нашем репортаже. Этот цирк будто задался целью доказать. Класс дрессуры можно показать с любым животным, даже с меланхоличными пеликанами. В Саратов приехал цирк Филатовых, и зрители, конечно, ждут медведей. Но и первое отделение – россыпь цирковых жанров. Клоуны, зрелищные фокусы с переодеванием, гимнасты под куполом цирка. Номера поражают ярким реквизитом и костюмами. Загримированы даже животные. Мы с папой подходили погладиться в баку. Путили, вы не представляете, они насколько не пушистые, хорошие. Теперь мечта жизни будет завести Путили. Понравился, как медведь пел. Он как бы встал на ноги и пел. Я первый раз в жизни вижу. В Саратов Филатовы привезли 15 мишек от года до 15 лет. Таптегины катаются на роликах, велосипедах, мотоциклах. Исполняют трюки, которые ни одному цирку не под силу. Очень сложно добиться такой синхронности, когда велосипедисты едут в противоположных направлениях и не сталкиваются. Визитная карточка Филатовых – лесная школа. Бой на ринге поставлен 65 лет назад и прославил дрессору династии в России и за рубежом. Но желтые толщины, трусы, дар, шок, дудар, сколько воли придает наш ряд. Филатовы начинают выводить медвежат на арену примерно с 8 месяцев. Приучают к свету и звуку цирка. Дрессировщики говорят, что медведи, как и люди, у каждого свой характер и степень таланта. За 185 лет, что работает на арене династии Филатовых, природные инстинкты дрессировщики научились превращать в номера. Вот этот трюк с сигарой зародился вообще в зоопарке. Мы пришли в зоопарк, увидели, что медведь вот так бревно как-то там бросает. И решили, что попробовать это ведь жонглирование, по сути дела. И вот так трюк-то появился. В Саратове цирк Филатовых гостит до 28 июня, а потом отправляется на зарубежные гастроли. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.